Вероятно сложная. Минувшая ночь стала для тех, кто живет рядом с воинской частью. Несмотря на заявления чиновников о полной эвакуации, покинуть зону поражения удалось не всем. С чего все началось, давайте узнаем. Первый взрыв жители Калиновки и окрестностей услышали около 10 вечера. Началось это без 20-10 вечера. Где-то так, примерно. Началось такое страшное, что... Затем началась канонада. Столбы огня и дыма были видны за 50 километров от воинской части. Местные дома, которых от эпицентра взрывов отделяют лишь несколько сотен метров, начали прятаться в подвалах. Было уже заполночь, когда руководство службы чрезвычайных ситуаций объявило об эвакуации жителей Калиновки и еще пяти ближайших сел. Спасатели вместе с силовиками отчитались. Обошли чуть ли не каждый дом, заглянули едва ли не в каждый погреб. Уже в пять утра объявили. Всех местных жителей эвакуировали. Уже эвакуировали полностью население. Скалинка из прилегных сил. Полностью эвакуировали лекарню. И ситуация контроля у нас стабильна. Но, как оказалось, эвакуировали не всех. Некоторые люди сами не захотели уезжать. Я в бомбосховості була в Яугаре. Иду звідти. Куда идете? До дома, до середины. Так там же что-то в стороне буки. Ну, то что я сделаю? Вы не боитесь? Не боюсь. Что будет, то будет. А ком-то просто забыли. Ближе к полудню количество взрывов уменьшилось. В райцентре дома и админздания остались без окон. А вот в Павловке, расположенной в километре от складов, обломки снарядов угодили прямо в жилой дом. Он почти полностью выгорел. Около четырех минут мы пытались дозвониться в службу спасения. Еще через пять пожарные все же приехали. Утром военные и полицейские отцепили район. Въезд запрещен всем гражданским, как со стороны Винницы, так и со стороны Бердичева. К эвакуации населения и ликвидации последствий приступили около полутора тысяч человек. Полсотни военной и пожарной техники. Вынужденных переселенцев отправили в ближайшие города. Большинство эвакуировали в Винницу. Тут для них организовали несколько центров временного пребывания. Мы развернули 14 пунктов, где люди имеют возможность прихистку над головой, где им есть возможность переночевать. Это села Калиньевского района, который находится в другую сторону от зоны урожения. На 20-25 километров. Это, как правило, сельские будинки, культура, школы, местные амбулатории, детские садочки, где уже размещены лешки, где есть возможность им отримать горячее харчевание. Так как мы развернули два штаба. У нас есть штаб в областной государственной администрации и, безусловно, в районной администрации. Там есть телефоны седлого горячих линий. В одном из таких временных приютов жители рассказали, что об убежище они узнали из СМИ. А помогают им преимущественно волонтеры. На них еда, теплая одежда и медикаменты. Мы свою машину. У нас люди на дороге приютили в Липовце. Мы увидели номер телефона, это все. И мы связались, приехали в школу, боже, сразу и ездили. Давление помирали, таблетки всякие, всякие, кому требуется. На месте ЧП побывал и народный депутат Сергей Каплин. Лидер социал-демократов, один из первых среди политиков, прибыл в Калиновку. Я абсолютно уверен и знаю точно, что в Министерстве обороны критичная ситуация с финансированием охраны таких объектов. И завтра может быть чергова Калиновка в Калуши, на атомной электростанции, будь-якой из атомных, на ГЭС и так далее. Сегодня нужно негайно прекратить практику раздачи портфелев за квотным принципом. Сейчас на месте работают около 100 лучших украинских саперов. Разминируют склады, где остается, по данным Минобороны, еще около 70% уцелевших боеприпасов. В том числе для таких систем залпового огня, как Град, Смерч и Ураган. О возвращении местных жителей в свои дома речь пока не идет. Наталья Савченко, Даниил Снисар, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер.